Мемориал Шабалина, расположенный на берегу реки Шипуниха, неподалеку от деревни Ургун, это традиционное место сбора туристов-водников. В этом году сезон открывали несколько дней подряд. Сразу три вида соревнований проходили здесь с 11 по 15 апреля. В четверг мы проводили первенство из Китимского района. На память могу сказать, что в катамаранах-двойках у нас представители Леневского клуба в составе Вингерта, Дениса и Самсонова Алексеев заняли первое место в катамаранах-двойках. Также второе место в составе Кузярина, Данила и Коптеля-Романа второе место. В четверках опять у нас ЛКВТ занял первое место. По девчонкам, по-моему, в призах есть третье. Второй день соревнований мы проводили внутри клубный кубок, посвященный памяти Красовского Геннадия Юлевича. Первое место занял экипаж в составе Юдина Валерия Ишипилова, Андрея. Ну, как бы, вот, решили сделать такое мероприятие. К приезду туристов организаторы соревнований основательно готовятся. Несколько дней, проведенные здесь, должны оставить положительные воспоминания и желание приехать сюда в следующем году. Большая работа проделана уже по весне. И вот очень большая благодарность главе Евсинского совета Калатию Алексею Ивановичу. Вот он и дорогу нам отсыпал, и с водой помог, и с дровами помог. Все хорошо. И наши контролирующие органы, нынче так это, повернулись к нам больше лицом. У нас здесь и МЧС, и медики, и полиция, представитель полиции здесь, чего не было уже давно. Так что мы действительно становимся уже настоящими. Для участия в первенстве Сибирского федерального округа съехались туристы из Бурмистрова и Томска, Барнаула и Бийска, Кемерово и Алтайского края, Омской области и Куйбышевского района, Новосибирска и Ленёва. Впервые на территории Ургуна проводится такого класса соревнования, как Сибирско-федерального округа. Количество участников огромное, это 56 экипажей, 52-56, сейчас стартовый протокол коррелируется, потому что участники изжали некоторые еще ночью даже. Будет дан старт, трасса состоит из шести этапов, из шести ворот, и старт-финиш. Протяженность дистанции 430 метров, и это дистанция довольно-таки высокого класса. Открыли первенство с общего построения и приветствия друг друга, после чего обсудили порядок соревнований. Я всех поздравляю с открытием сезона, с тем, что наконец-то отступил и 2018 год, и весна, и что с водой у нас все хорошо. Огромная благодарность нашим друзьям из соседних регионов, из Кемерово и из Барнаула, за то, что не забываете и участвуете. За время нахождения здесь, пройтись по воде, имели возможность и матерые спортсмены, и новички. Для некоторых ребят эти соревнования первые в их туристической жизни. Туризмом занимаюсь полгода всего лишь. Это мое первое соревнование. Ну и каково? Ну мы уже сплавлялись. Поначалу было страшно, но мне очень понравилось. Почему? Ну потому что это такой экстрим, это такой кайф вообще. Юные туристы ЛКВТ стараются принимать активное участие в жизни клуба. У них достойный пример перед глазами. И тем не менее, первое знакомство с водой оказывается решающим. Как правило, из десяти человек, которые первый раз пробуют воду, остается не так много, как хотелось бы. Но я думаю, что кто-то из этого десятка наверняка зацепился, заинтересовался и приедет на следующий год. Ребята постарше и студенты, уже неоднократно участвовавшие в подобных соревнованиях, на сплавы рвутся с большой охотой. Здесь все туристы становятся одной большой семьей, где каждый в ответе друг за друга. Мы всегда рады. Новым людям всегда помогаем. Потому что бывает то, что народу мало, не хватает. А сейчас в этом году хорошо. Много детей пришло. Также хотим, чтобы подрастало, ходили люди. Команда у нас дружная, все друг друга поддерживают. В принципе, не ругаемся. Да, в палатке ночью бессонные, потому что печь куда-то надо топить, чтобы не замерзнуть. Потому что там человек 8-10 всегда ночует. В этом году туристов порадовала большая вода. Река, уставшая от долгого зимнего покоя, разлилась широко. Шумный бурный поток будет безумным, но недолгим. Поэтому водники наслаждаются моментом. Такой уровень у нас был только два раза. Третий раз такой уровень воды давно уже. Воды очень много, вода продолжает пребывать. Порог все интереснее и интереснее становится. Дистанцию даже пришлось переставлять сегодня. Так что соревнования интересные обещают быть. Вчера тренировались вечером, в принципе, достаточно успешно. На первенстве моему экипажу, в частности, к сожалению, не удалось показать ожидаемых результатов. А вчера на тренировке все ворота прошли успешно, но вода за ночь поднялась, поэтому интрига сохраняется. Большое количество участников и сложность прохождения дистанции в этом году потребовала от организаторов дополнительных мер. Судейская бригада была увеличена, чтобы каждый отрезок пути спортсменов не ускользнул от внимания даже в деталях. Мастерство участников растет, соответственно, это мероприятие набирает популярность среди туристов-водников не только Новосибирской области, но и всего федерального округа. Природа нас балует, каждый год, последние три года уровень воды очень хороший. В этом году вообще подарок, можно сказать, вода очень высокая, что не может не радовать. Поэтому люди едут, людям интересно, надеемся. Экипажам, состоявшим из двух и четырех человек, соответственно, на двух и четырех местных катамаранах, предстояло преодолеть трудный маршрут. Шесть ворот, двое из них обратного хода. Пятые ворота, пять штрафных баллов, и шестые ворота пройдены. Шестые ворота, пять, и на финиш. Первый экипаж открыл дистанцию. Экипаж клуба Саваир. И пройдены у ребят четвертые ворота. Четвертые ворота пройдены без штрафов. Разворот на пятые. Работает Камазов. Экипаж слаженно работает и поддерживает по берегу ребят. Вода прибывала, все усложняя задачу экипажам, проходящим дистанцию. Отметка финиша практически ушла под воду. Однако ни одна команда даже мысли не допускала о том, чтобы отказаться от участия в состязаниях. Девушки и женщины не отставали. Чисто пройдены третьи ворота. Ну что, жалые паруса вперед. Четвертые ворота. И вот они, пятые. Держимся. Держимся. Ледяная вода порой захлёстывала катамараны. Но взявшие руки спортсменов только сильнее сжимали весло. Покоряться бушующей водной стихией никто не собирался. Вот именовали вторые ворота с пятью штрафными баллами. И третьи ворота пройдены. Пять штрафных баллов. Истребительные ребята подходят к пятым обратным воротам. В свободное время туристы отдыхают в палаточном городке. Поют песни возле костра, на котором дымится котелок. Или просто разговаривают. Другие задумчиво глядят на воду или огонь. Романтика туризма и кратковременный отдых от экстрима. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ РАД, ЧТО НЕ ОСТАЛСЯ ДОМА Атмосферу, царящую на подобных мероприятиях, описать невозможно. Наши леневские ребята выступили достойно. Среди огромного количества участников и сильных соперников они смогли занять призовые места. Категории «Катамараны двойки» Данил Кузярин и Роман Коптель на втором месте. Среди девушек на третьих местах оказались пары Анастасия Фельчакова – Тамара Лус и Полина Кузярина – Анастасия Юнусова. Среди экипажей, состоящих из четырех человек, снова отличились парни. Данил Кузярин, Роман Коптель, Данил Зырянов и Наиль Фаскудинов. Ребята на третьем месте.